Когда очень хотел стать успешным бизнесменом, но что-то пошло не так. Свои предпринимательские качества житель Ороши планировал воплотить сразу в нескольких сферах. Во всяком случае, такова была версия для потенциальных инвесторов. И надо сказать, последние охотно вкладывались. Проблема возникла на этапе возврата долгов. Вот тут-то так называемый бизнесмен уже подключил богатую фантазию. Некоторое время сроки оплаты удавалось оттягивать. Но в финале терпение вкладчиков все же лопнуло. И объясняться теперь ему же предстоит с милиционерами. Карина Пашкова продолжит тему. На протяжении года 29-летний житель Ороши брал у знакомых деньги в долг. Причина веская – на развитие бизнеса. Якобы собирался перепродавать в Беларуси машины из России. Первым вкладчиком стал брат жены. Правда, на деле оказалось, что бизнес есть лишь на словах. А добирался аферист. Максимум только до Минска. В столице мужчина деньги проигрывал в казино. А также фотографировал дорогие припаркованные автомобили на улицах города. Данные фотографии он демонстрировал потерпевшему. И рассказывал, что именно эти автомобили он приобрел для последующей продажи в Республике Беларусь. А дальше следовали отговорки. Мол, долг вернуть не получается. Якобы машины не пользуются спросом. И покупателей пока нет. Еще двоих так называемых инвесторов аферист нашел прямо у себя на работе. Отрудился он охранником в одном из торговых центров столицы. Правда, в данном случае развивать он собирался уже другой бизнес. Речь шла о продаже польской мебели. И надо сказать, доля правды в словах мужчины все-таки была. Такой бизнес действительно был. Но принадлежал он брату супруги. И злоумышленник к этому делу никакого отношения не имел. Всего в уголовном деле говорится о троих пострадавших. Установлено, что общая сумма причиненного ущерба троим потерпевшим составила 54 тысячи долларов США. Все деньги фигурант проиграл в казино. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый уже был судим за кражу. Карина Пашкова, Владимир Тихонович, Зона Икс.